Дмитрий Петров Юрий Батал, и вот Эдар Николаевич обратился к нашим слушателям, которые потенциальные пациенты, да? Потому что наша студия Биткоуна обита врачами. Один другого красивее, один другого знаменитый, один другого докторея, и один другого музыкальный. Мне кажется, врачи у нас самые музыкальные люди в стране, потому что никогда у нас не было такого количества, вот, допустим, чтобы инженеры пришли музыкальные, там, или строители какие-нибудь, а врачи... Может, не зовем? Как мы не зовем? Может, нет такого организатора? А как думаешь, мы очень... Николай Николаевич прием. А тут Николай Николаевич Евнатов. А вообще, очень давно об этом сказал Антон Павлович Чехов. У нас что, не врач, то или тенор, или на скрипке играет. Это, между прочим, Горечкин Евгений Викторович, врач-психиатр. Это ему сказал Антон Павлович. Ну что, между прочим, помимо того, что у нас сегодня врачи, Эдуард Николаевич, у нас сегодня замечательные гости. Представьте. Да, украшение этой компании ставит пациентка Виктория Левкова. Наслуженная артистка России и Польши. И многие наверняка сейчас вспомнили замечательный кабачок «Тринадцать стульев» и пани Каролинку. Здравствуйте. Очень рада вас всех приветствовать. Я много ли знаю Викторию? Она лет 80, наверное. Как я помню, что... Добрый вы нашли. Вот это образно, не больше 40. Она замечательная, красивая женщина. Вы знаете, вот есть женщина, которая красива в юности, в женственности, в средние годы, и во все годы навсегда. Вот Виктория такая вот... А Виктория не изменилась. Вот совершенно сейчас, да, абсолютно тот же самый образ, та же самая мутизарная улыбка. Спасибо большое. Особенно, когда женщина говорит приятно. Не, правда. Мужчина моя, мы придерживаем немножечко как наше украшение, а начнем мы... И как пациентку. Можно дошло. У нас как раз 12 стульев в студии. Так? Значит, как раз. А посчитайте. Кабачок 12 стульев. Николай Горькович, вроде бы, считается, как вы и старше в этой компании врачей, потому что любите заниматься музыкой. Ну, самый хулигательный. Да, ну, хулигательный. Юра Кудеев, ты не врач, надеюсь? Давай, начни программу, а? Ну, самое смешное, дочки у меня тоже все, во врачи пошли. Да? А у тебя их много дочек-то? Ну, две целых. И обе врачи? И обе врачи добивались. Такая забавная ситуация. Повезло тебе, я тебе скажу. Ну, не знаю, кому повезло. Так, вот сейчас Юра перебирается просто на действительно много стульев и много участников. Сейчас Юра поближе к микрофону. Затянулась вступление. А он, между прочим, инженер, я пока скажу, вообще по образованию. И педагог, потому что он большое количество времени провел в пионерских лагерях. В одном пионерском лагере. Ну, ты там кем был? Пионер-вожатый? Ну, в основном вожатый, да. Замечательный пионерский лагерь под дверьей, зеленая горка. Вот уже товарищи вожатые начали его осваивать, ждут приезда детей, и уже туда поехали. Я, к сожалению, остался. Завидуешь? Да, чертовски. Ну, в общем, даже по этому поводу я могу вот про наш лагерь и песенку спеть. Давай. Позвольте. Пионерское лето уже давай придет. Хорошо, когда июнь, значит, лагерь уезжает. На свою работу плю, нас другая ожидает. Соберется детвора, нас лицо здесь, как и знает. И директору хвала, что про нас не забывает. Рапорт мы ему сдаем, все готово, едем, точка. Начинаются у нас беспокойные зенечки. Не дать нам больше тридцати. Не лето вместе золотые, нам так приятно провести. Там, где фонтаны голубые, травой успели зарасти. На пронзительном мотиве, начинается внимание. Нам купаться бы пойти. Вот жара, вот наказание. На директора с утра всем молиться. Начинают вдруг в анализе воды. Цест заразу откопает. На линейку он идет, и линейка замирает. Вот приказ он отдает. Жаль, что с нами не ныряет. Мы здесь душою молодые. Мы здесь душою молодые. Не дать нам больше двадцати. Дни и лето вместе золотые. Нам так приятно провести. Где корпуса стоят родные. Без электрической сети. Хорошо, когда подъем. Хорошо, когда зарядка. Хорошо, когда встаем на линейку по порядку. Хорошо, когда кружки, скотейки, хороводы, кавэны, огоньки. Экскурсии, походы, чтобы вспомнить все добром. Чтоб на память было фото уважать товар на том. Мы здесь душою молодые. Мы здесь душою молодые. Не дать нам больше десяти. Дни лето вместе золотые. Нам так приятно провести. И вновь фонтаны голубые. В зеленой горке завести. Так, наши друзья-инженеры начали соревнования. Так, Николай, кто будет из вас сейчас петь? Из вас, из врачей, да? Да, из ваших. Ну, наверное, если вы позволите, я начну. Вот она очень долгая. Она называется даже баллада. Ну, конечно, но пользуйся служебным положением. Кто же еще может начать, кроме руководителя? Это самая грустная песня, которую я когда-либо имел в своей коллекции и приносил в гавань. Вы знаете, я просмотрел эту песню перед началом. У ней куплетов... 150. 150, Николай, вы начинаете? Она очень тяжелая песня. Поэтому, может, день разобьем на две части, ладно? Как скажете, Дмитрий Николаевич? Может, и на три. Я родился болезным ребенком От рождения энцефалопат Разве ж мама моя виновата Разве ж папочка мой виноват Я с врожденным сердечным пороком Появился рахитом на свет И не знал я, что выйдет мне боком И нурез, а и с ним диабет Моя мама болела цинкою С рязом, гастритом, чумой И была слепа глухо, немою А еще был у ей геморрой И от разных от этих болезней Долго мама моя не жила Как родила меня от инсульта Тот же вечер она померла Мой папа, я был туберкулезный В диспансере я детство провел Подцепил там я дезонтерию Диарию потом приобрел А когда он от верхоти умер А быть может от рака в груди А быть может то жаба грудная То и болезни концов не найти Вместе с парализованной теткой Мы остались на свете одни Был еще с нами дед коматозник Он считал уж последние дни А когда бедолага скончался То у тетки случился инфаркт Лихорадка ее доконала На дворе тогда был месяц март В этот год лютовала холера Гепатиты все А, Б и С Помню, был у меня друг Валера Его муха кусила ЦЦ Целый месяц он в сумерку бился А потом Богу душу отдал Трубным ядом сосед отравился Тот, что гроб мне катить помогал А когда мне исполнилось двадцать Сам не знаю, как столько прожил Я любовь повстречал свою братцы С ней полгода всего продружил Потому что болела бедня Застарела в некрозом костей А еще была язва желудка И маститы обеих рук А сынок ей, маленький Вася Очень скоро отбросил коньки Он страдал от экземы и астмы И отсутствие в левой руке Вы меня пригодите, нет? А она была очень красива Пока с ней не случилось аспах И как следствие парадонтоза Отвалилось четыре зуба Но не это ее доконало Ни гангрена, ни герпес не спит Батулизм она пострадала И топильчи в гробе лежит Вот теперь я стою перед вами Дистрофичный простой паренек У меня эпилепсия, грыжа И конечностей страшный отек Но покуда от язвы сибирской Не успел я еще околеть Поможите же, братцы, славяне Нету мочи, болезни терпеть Это надо передать товарищам Которые по дамбанкам По литру ходят Вот эти слова Они очень довольны А то я потеряю работу У нас в студии присутствует Замечательный наш постоянный художник Гаванский Костя Мирошник Он пришел сегодня С целью набросать Чернышок портрета Чьего портрета черновичок Виктория Лепко, конечно А кто знает прям, конечно Ну потому что он мне об этом сказал Костя, покажи, что у тебя получилось Нашим радиослушателям покажи, что у тебя получилось Друзья, вот как жалко Вот на телевидении-то мы показывали каждый раз А здесь, боже, замечательно Что ж боже Я вам описываю этот портрет Знаете, темные волосы Я еще никогда в жизни так красивый Только никто не рисовал С подными брови такие Потрясающе Другой, да Такой очень стройный носик Глаза, ребята, я могу сказать, фантастические Вот, даже не понимаю, какого они цвета Губы, зубы Все, ребят, все при деле, понимаете Нет, самое замечательное Я говорю совершенно серьезно Мне всегда художники говорили Вас очень трудно рисовать Не могли нарисовать, сходства не было Боже, ну, мне кажется Дорогие родители, я надеюсь Спасибо большое Вместе с Викторией порадовались Замечательный портрет Потрясающе А я немножечко вернусь к этой песне И скажу, наверное, что все болезни, которые вы перечислили Наверное, уже все закончились Поэтому у вас куплеты кончились Я думаю, были бы еще Еще было бы их 150 Кстати, там многие, я даже не знаю Ну, ладно, шифровывать не будете на передаче Вы знаете, когда приходят нам медики Они все время такие какие-то поют слова Что часто мы, вот простые смертные пациенты Даже не понимаем Да, Эдуард Николаевич? Я сейчас хотел предоставить слово Виктории Но она там в коридоре целует костью Которая уходит просто Спасибо вам большое Я действительно потрясена Виктория, значит, все Вы уже, пожалуйста, перестанете сейчас любоваться портретом Сосредоточьтесь У нас прямой эфир Вот, давайте петь Вы знаете, это очень легко сказать Но очень трудно сделать Не, не, у нас все поют Ну, я так понимаю Тем более тут врачи, психологи Я надеюсь, они мне помогут все-таки как-то Взгляду Потому что у меня как раз Вот именно в детстве был нарушен Этот психологический момент Меня так закомплексовали однажды в детстве Мой родной папа Что я после этого стала очень бояться петь То есть практически никогда не пела Сейчас я вам расскажу эту историю Да, была история замечательная Я очень ее люблю рассказывать Чтобы все поняли, как мне тяжело В назидание другим папам В назидание другим папам и мамам Да, что нельзя такие вещи с детьми делать А я, естественно, как ребенок театральный Очень хотела всегда петь, танцевать Ну и, сами понимаете Да, особенно всегда люди хотят делать то, что они не умеют Папа там драматический актер Мама балерина Это все у меня вроде как уже получалось Но вот с пением чего-то никак не было И когда никого не было дома Я старалась все время петь и тренировалась Ну, как я могла Знаете, сейчас на телевидении все время все поют Все народные артисты А тогда были другие народные артисты Они пели в основном по радио Я, значит, слушала радио И поэтому все, что я слышала по радио И я, естественно, как любой ребенок Старалась этому подражать Потому что раз поют на радио Значит, это очень хорошо Это, значит, самое лучшее Ну, там сначала мальчику подражало, который пел Помните? Родина слышит, родина знает Вот это вот Вот, потом, значит, прошло какое-то время Я стала там другим пелцам подражать И вот когда мне казалось Уже я достигла какого-то там Каких-то возможностей Однажды папа был дома Он был в другой комнате А я, значит, там в своей комнате Решила все-таки спеть И запела я вот приблизительно так Куда-куда тропинка милая Папа закричал из соседней комнаты Выключи эту гадость Я была потрясена Я прибежала к отцу Я говорю, папа, ты думаешь, что это радио? Так это же я пела Он мне сказал, ты что, с ума сошла? Больше никогда в жизни этого не делай Я говорю, почему? Ну, потому что у тебя такой же голос, как у меня Я говорю, какой? Он говорит, ну, полевой тенор Одному в поле петь, чтобы никто не слышал И все И все, и с тех пор я больше никогда не пела Поэтому, понимаете, вот когда был кабачок Тут я дорвалась, поскольку звук-то выключали И я, в общем-то, уже пела вовсю Потому что знала, что меня никто не остановит И не скажешь, что мне только в поле надо петь Вот теперь вы здесь, на программе, в которой поют Вот вы представляете, какую вам нервничать Вот такая судьба Я слышал, я слышал здесь, Виктория пела Несколько куплетов Она очень хорошо поет Не стесняйтесь, давайте Папа у вас был не прав Я только вот заранее говорю Я так боюсь, так нервничаю Поэтому всех предупреждаю радиослушателей Всех присутствую Сейчас это будет шла Ну, ладно вам, ладно На Калыме, где ветер и тайга кругом Среди столетних сосен и болот Тебя я встретил И в этот вечер Вся жизнь пошла наоборот Шел и тихий снег и падал на ресницы нам Тобой я был как медом опьянен И мне казалось, что это снится Какой-то чудный, дивный сон И мне казалось, что это снится Какой-то чудный, дивный сон В любви и счастье годы незаметно шли Пришла пора и кончился твой срок Я провожаю тебя, родная Твой поезд мчится на восток Я провожаю тебя, родная Твой поезд мчится на восток С твоим отъездом началась болезнь моя Я не сплю ночи и мечтаю о тебе И от силы боли мне жить в неволе И я проклятие шлю судьбе Но вот я покидаю свой обжитый край Широкий путь лежит передо мной И всю дорогу молю я Бога О встрече, милая, с тобой И всю дорогу молю я Бога О встрече, милая, с тобой Огни Ростова ветер разметал вдали К перрону поезд тихо подходил Тебя больную, совсем седую Наш сын к перрону подводил Тебя больную, ах, совсем седую Наш сын к вагону подводил Так здравствуй, поседевшая любовь моя К тебе спешил я сотнями дорог На берег дона, под ветви кленом В забытый всеми уголок На берег дона, под ветви кленом В забытый всеми уголок Спасибо вам, очень добрые люди Я думаю, папа сейчас переворачивает Ну ладно, такие гадости Хорошо спела, потрясаю Папа был неправ, ему сейчас стыдно Он там, здесь, на том свете Он меня всегда видит и всегда со мной С какой душой, с какой вообще нотой Такой вы спели эту песню И с другими немножко словами Отсюда чуть-чуть поменялся Угол зрения, что ли Вот оттенок другой Потому что мы ее знаем, она у нас в коллекции У вас какие-то более интимные строчки есть Спасибо большое, мне это приятно слышать Спасибо, огромное вам спасибо Значит, Виктория сказала историю о том, как ей папа сломал певскую карьеру А я знаю историю наоборот У Леонора Николаевна есть сын, Владик Мне со слухом очень плохо Но мама говорит, ну пой, пой, мальчик, у тебя все в порядке Это жуткая история, когда он поет громким голосочек у него Как бы трех мам Можно я тоже небольшую историю Буквально вчера ко мне подошел А он однажды у нас на передаче спел песню «Таганка» Причем таким голосом, что действительно можно подавать Вот, и вчера говорит, ты знаешь, мам, а я вам послал письмо Признаюсь тебе честно Я что-то написала Я написала, здравствуйте, уважаемый Эдуард Николаевич, Леонор Николаевна Вам пишет мальчик Вася У вас как-то однажды на программе пел какой-то маленький мальчик песню «Таганка» Нельзя ли еще раз послушать? Я надеюсь, вы меня пригласили А вот он хочет петь Хотя я ему говорила, что, Влад, не самый у тебя хороший слух Ну, ему это как-то все равно Не надо так говорить Сначала ты говорила, что у него хороший слух, я помню Потом ты поменяла точку зрения, не испугала его Ну ладно, мы с ними Значит, давайте к врачам вернемся Сударту Николаевичу, которых мы Я приводил слово Представитель Николая Николаевичу на пять будет петь сам Да, поэтому давайте мы ему не будем дать Давайте ему дать ему слово Мне очень хочется пригласить к микрофону Горячкина Евгения Викторовича Он у нас был несколько раз на программе Но какой-то у него такой облик Он разный, в разных костюмах он разный Он может быть интеллигентным, он может трубоватым быть Вот, и поэтому трудно его узнать каждый раз лично мне Профессия как раз подходящая для меня Можно удивить вашу профессию, да? Раз психиатр Я же сказала, что сейчас как раз психиатр нужен Я думаю, мы с ним подружимся, по-настоящему Врач-психиатр, Женечка, извини, это я говорю Это сотрудник института судебной медицинской экспертизы Это уже более серьезно, чем просто врач-психиатр Знаешь, он нам не нужен теперь Наоборот, друг пригодится Я сейчас пою песню о любовном треугольничке Это песня о стенке разни Но вот не ту, которую мы все поем Немножко другая, она более редкая По посаду городскому Миморубленный форум Каждый вечер ходит стенка Афелия жены купцом Зазнобила атамана Отучила то сно Раскрасавица Алена Чужая мужа не я жена Муж сидит в ряду в гостином За прилавком счет ведет А жена она скучает Тонкий кружево плетет Сенька ходит, речь заводит Не скупится на слова У Алены сердце ноет Не плетутся, прожила Уходи скорей отсюда Молдит в голосу она А не то старик вернется Чая муженья я жена Но так знай, моя голубка Я тебе жена беду И непрошенный сегодня Ночью сам к тебе приду Плохо спится, молодица Вот ей чудица сквозь сон Заскрипели молодицы А неужели этого Не успела Ах! Промолвить Кто-то за руки берет Горячо в устоцелует Греть его Но крепко жмет Что ты делаешь, разбойник Муж проснется Закричит Закричит Так жив не будет Пускай лучше Помолчить Ах, Алена, дорогая Чтоб вводить Семь Не купец Казак Я вольны Сенька Раз building Не купец Казак Я вольны Сенька Раз building А вот там как раз папа-то все правильно сделал. Там и папа замечательно пел. И видите, какую сцену с каким голосом. Вот странно, действительно. Зачем при таком голосе надо было идти во врачи? Я вот сколько раз вижу, Евгений, столько раз не могу это понять. У меня была такая вот очень долгое время борьба мотивов. Я работал то артистом, то врачом, то артистом. Вот сейчас врачом работаю. Значит, еще есть возможность, что вы в артиста выбьетесь. Нет, он врач-артист. Врач-артист. Так, спасибо огромное. Да. Замечательным нашим врачам. Вот, а теперь я хотел бы послушать, если есть такая возможность, Костюкевич Ольгу Игоревну. Это странно говорить, Ольга Игоревна, когда просто Ольга, на все сто процентов. Да, молодая, очень интересная женщина, я бы сказала, девушка. Вот так, вот, застенчивая. Оль, скажите, что... Спасибо большое. Ну, на самом деле, очень приятно действительно участвовать в вашей передаче. Я хочу спеть такую вот чайно-самоварную песню. Ведь чай любят пить не только у пациента, но и сами врачи очень любят. Хотя и врач-терапевт. Да, поэтому вот такая вот песенка. Не взначально, не взначально просился ты начать, Просто выявилась в доме, заварка. Ни годом, ни мечтал, как случился, Не знал, что нарвался дружок на татарку. А татарка, ну как без запарки Подходи к самому руку нам. А нынчик чаю у нашей татарки Золотистый видовый чак-чак. А нынчик чаю у нашей татарки Золотистый видовый чак-чак. Чай попил, разомлел И забыл, что много дел, Да и на воду не помнить о дереве. Посмотри, как хорош край, В котором живешь, Так за чаем в окно и глядели. Посмотри, как хорош край, В котором живешь, Так за чаем в окно и глядели. Ни считали, да и не хотелось, Сколько раз закипала вода. Только в небе вовсю разгорелась, Вскоре чайная наша звезда. Только в небе вовсю разгорелась, Вскоре чайная наша звезда. Через души, аминию, Занавеску задвинь, Говорю, занавеску задвинь, Кам. Ой, скажу неспроста, Моя красота, В твоей чашке гуляет черенка. Ой, скажу неспроста, Моя красота, В твоей чашке гуляет черенка. Перепели все русские песни, Перепели татарские. Ах, и в приглядку с вершины небесной, Подпевали нам Бог и Аллах. Разнообразная программа. Скажем, пожалуйста, Ольга, а вы по национальности? Ой, как ни парадоксально, я самая чистокровная русская. Правда? А у вас что-то восточная? Почему-то никто не верит, да. Восточная внешность. У меня есть такое, меня все за свою принимают, но я думаю, что это хорошо. В этой песне, там какие-то слова, что нарвался на татарку, на три там слова есть. Да, напросился на чай, нарвался на татарку. На татарку, я так думал, в чем тут смысл нарвался. А все татарки, по моим понятиям, как-то более жестокие в российском отношении, так что и там не обломится так ничего быстро. Но сначала надо чай как следует попить. Как это там дело кончилось? Чаем или... Песнями же. Песнями все дело кончилось. Причем с задвинутой шторой. И чаинка там, вот обратили внимание, чаинка плавала. Значит, это примета такая. А все, что нарвался, то наоборот не нарвался. Да. Я даже не знаю, что сказать, наши дорогие радиослушатели. Даже, конечно, нас запутал. Ну, я думаю, там кончилось тем, что пели песни. А потом уже лет через 10 они помыли. Я даже понял, что нарвался. Попросился сначала на чай, попросил получай, и нарвался на жестокую заварку. И что? А вот заварку, татарку, тут уже можно... Траковатый, траковатый. Я не улавлю, Николай Николаевич, очень часто. Так, давайте мы вернемся к вике нашей. Потому что я думаю, что такого могучего таланта Женщина не может ограниться одной песней за всю свою жизнь. Да нет, ну что вы. А какой я могу еще песню? Нет, я могу только рассказать еще одну смешную историю. То есть она, мне кажется, смешной, но не более. Может, и вам покажется. Значит, ну вот я уже рассказывала, что я не пою, не пела, ничего. И вот как-то был, однажды юбилей моей мамы был ей, 80 лет исполнилось. И мы отмечали это в театре Вернисажде, я раньше работала. И пригласили так красиво по спектаклю, там устроили, пришел Толи Титов, знаешь, знаменитый этот цыган, он на гитаре играет прекрасно, стал петь всякие романсы. Ну и мы отмечали, естественно, был большой банкет. И я уже так хорошо набанкетировалась. И вдруг я решила, и уже у меня, знаешь, этот комплекс неполноценности куда-то исчез. И я уже такая стала смелой, я говорю, мамочка, сейчас я тебе спою. Мама была потрясена, потому что никогда она не слышала. Я вышла к роялю и, значит, запела. Сейчас расскажу, что очень святое. Я ехала домой, я думала о вас. Мятежно мысль моя и путалась, и рвалась. Дремота тяжкая, моих коснулась глаз. Ах, если б никогда я вновь не просыпалась. Я ехала домой, двурогая луна. Смотрела в окна тусклого вагона. Далекий благовест за утреннего звона. Пел в воздухе, дрожащим, как струна. И так далее. Когда я закончила петь, мама посмотрела на меня безумными глазами и сказала, Витенька, меня дома всегда зовут Витенька с детства, ты так хорошо поешь, у тебя такой голос хороший. Почему ты раньше никогда не пела? Я сказала, мамочка, у нас дома столько водки нет. Витенька, а вы не можете запеть эту песню до конца? Витенька, я сейчас и так, видите, не сначала начала, запуталась немножко. Я, честно говоря, забыла просто все слова точно. Я себе знала, что мне придется петь еще одну песню. Я боялась, что я одну-то не спою, а уже вторую. Это я сейчас уже... Вам придется приготовиться к следующей передаче, потому что мы так просто не расстаемся со своими жертвами. Да, ну, так если врачи меня полечат, я так думаю, уже теперь я не буду ходить в поликлинику. Я буду приходить к вам в гавань, и тут сразу меня будут лечить. И психиатр, и все. И будет замечательно. Я сразу стану здоровой, запою. А мы еще и водки принесем. Давайте, я тогда так начну пить. Евгений Викторович, уважаетесь, что я в церковной нашей закомплексованной Виктории, да? Ну, здесь все очень быстро. А вот, Евгений, скажите, вот мне кажется, у нас атмосфера в студии, и вообще на нашей программе, она очень такая психотерапевтическая, положительная. Ну, здесь целое направление есть, арт-терапия, ароматерапия, в общем, так что здесь... Да, гаван-терапия, кстати, хорошая. Гаван-терапия, да, еще вот, ну, будет еще одно направление, потому что здесь такая прана, такая вообще излечивающая прана, прана. Прана, это атмосфера. Это атмосфера, да. А, ну, вибрации, вот еще надо говорить. И тут такие положительные вибрации. Давайте теперь у нас есть врач мануальной терапии, или терактор... Мануальный терапевт. Мануальный терапевт. Правильно, так звучит, наверное. Переводим на русский язык, а значит, Иванов Дмитрий Борисович. Спасибо. А еще пара русских, которые все делают руками. Да-да-да. Манус это рука, терапия, излечение руками. Киподроскут особенно годится. Ой, Дорь, ну что-то у вас сегодня... Давайте. На самом деле это позвоночник, суставы. Здорово. Костоправ еще как бы это... Да это сейчас все знают, господи. Массаж, мануальная терапия, это же у всех мостов. Так, ну что бы спеть-то? Значит, я хочу спеть песенку одну. С картошки мы ее привезли. Ну, здорово. Ну, песню, честно говоря, я просто не знаю, кто автор. Искал, не нашел. Век живи, век учись, дураком останешься. Горь за гроша не помлешь, доживешь на старости. Меньше спроса с дурака, кто его повидит. А рыбака, рыбака из далекой видит. А рыбака, рыбака из далекой видит. Может, вылетишь в трубу, станешь горьким пьяницей. И очутишься в гробу под страстной пятницу. Двум смертям не бывать, от одной не скориться. Так зачем огоревать, мне лучше ли жениться? Так зачем огоревать, мне лучше ли напиться? На счет леса больше тропа, может быть, и к лучшему. Что же ты, моя любовь, смотришь тучей тучей, Не обманешь и не продашь. Да, в общем, хватит мучиться. И до ночи, сутки поручь, дальше как получится. И до ночи, сутки поручь, дальше как получится. Что глядишь на меня, песня, что мне нравится. Все равно буду я петь с тобой, красавица. На ловца и зверь бежит, стерпится да залюбится. А не горюй, не грусти, все потом забудется. Не горюй, не грусти, все потом забудется. Век живи, век учись, дураком останешься. Хоть за гроша не помрешь, доживешь до старости. Меньше спроса с дурака, кто ж его обидел. А дурака, дурака, издалека обидел. А дурака, дурака, издалека обидел. Эх, здорово. Девочка, 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 Юра Бадалов, поиграйте мелодию. Только одну минутку, потому что у нас еще один участник не спел. У нас есть время, давайте, ребята. Ой, красиво. Годков Михаил Андреевич, сотрудник института Склифосовского. Эх, рассказала бы я тоже две смешных истории, как я у вас никогда в жизни не была. Но 29 декабря 2004 года попала первый раз с рукой, а 30 декабря второй раз с ногой. Вот такая смешная история, понимаете. Ну ведь живо, скажем. Да, как висит. Несмотря на то, что попали. И красивые руки, но это, конечно, интересно. Не дам я сталкиваться с Склифосовской. Очень у меня там, конечно, не счета, конечно, но очень нормальные люди работают. Просто блеск. И когда я там пытался пользоваться своим великим авторитетом, устроить своего брата получше, мы сказали, мы вас уважаем, у нас работают хорошие специалисты, и все же надо будет сделать. Пока вы му-му, у нас передачи закончатся. Пожалуйста, Михаил. Когда мы собирались на передачу, хотел что-то подарить. Замечательная передача, замечательный ведущий, Леонид Николаевич, и думали, что можно сделать. И мне Николай Николаевич говорит, быстро покажи какую-нибудь песню, которую пели раньше, ну чтобы она была малоизвестна. И вот такая песня. Исполняется в ретро-стилле. 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 Как хорошо вдвоем вместе мы, В боем нам не страшны ни туман, ни гроза. Вот бы всегда так жить, лодки по речке плыть, Рядом буковок, глазами, глазами. Буду весной лести, будешь леном лести, Будет река нести и нас льдя. Бросив жилищ, уют в лодке найдя приют, Мы проплывем через множество лет. Будут на нас смотреть, пальцы в виске вертить, Мы захохочем тем людям в ответ. Буду весной лести, будешь леном лести, Будет река нести и нас океан. Только проплыв в сто стран море и океан, И океан тихо покинем, мы лодку с тобой. Будут нас вспоминать, будут жалеть, ругать, Может, хоть там у бедняжек покой. Дорогие друзья, мы не хотим прощаться с нашими врачами. И в третье воскресенье июня, то есть 18 июня, будет День медика. Я предлагаю всем сейчас остаться. Мы запишем программу, и вы ее услышите в пятницу, в июне. Так что ждите много медицинских, интересных песен. Чтобы наши, дорогие друзья, в отпуск не ушли, Наши врачи не остаются сейчас здесь. А с вами мы прощаемся ровно на одну неделю. До новых встреч в эфире Радио России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова